Так, тут, смотрите, ситуация такая. Тимур Иванович у нас является чемпионом на рек, ничего страшного. Ты мне тоже дай глотать, если что. Дорогие друзья, с вами Гаджи Автомат, и мы будем обсуждать бои, которые пройдут 2 марта в Лужниках. Приходите на бои, покупайте билеты или смотрите онлайн. 5 по 3 у нас бокс, Тимур Иванович является чемпионом нашего дела. Ярослав Кук набирает высочайшие обороты. Он выиграл двух кулачников и выиграл очень хорошо. Знаете, Тимур Иванович такой харизматичный парень против такого серьезно строгого парня. Тяжело мне какие-то делать выводы. Болеть я буду за Тимур Иванович, но 55 на 45 Ярослава, больше ставлено Ярослава. Очень такой жесткий, такой серьезный пацан. Первый бой у нас Шадмон выиграл. Выиграл и тот непонятно. Фара, по-моему, отказался драться. Фаре я уже сам говорил в лицо, и я где-то уже комментировал. Мне хочется видеть того Фарида, которого мы видели несколько лет назад, когда он залетел, вырубал, он газовал. Зарабатывал себе имя. Но сейчас он заработал имя, и он расслабился. Бои, вы видите, что у него, то травма, то палец, то ноготь, то волос упал. Мне такой афорит не нравится, поэтому здесь полная 100% победа Шадмона. Поменяем тут. Позы поменяем. Ничего себе в натуре. Вот они на два зверя. Пять по пять нас ждет от тяжеловесов. Виктор – огромное имя в мире ММА. Не только в российском. Виктору отдельный респект за то, что также выбрал нашу лигу, профессиональную лигу, наше дело. Но Виктор дрался в 90 до 93 килограмм. Хусейн Адамов – тяжеловес. Не искусственный, как я, а именно такой тяжеловес рожденный. Я считаю, за счет борьбы Хусейн заберет этот бой. 80 на 20 – это вот первые два раунда. И если Виктор пройдет эти два раунда, то 80 на 20 поменяется в сторону Виктора в победу. У нас тут два чемпиона, два пояса. Фух, тяжелый выбор, конечно. Но начнем с Александра. Его бой с Мурабека Косымбаем, великолепный бой. Я не скрываю, за Косымбаем болел. Но Александр заставляет своим трудом, своей работой, своей техникой в себя влюбиться, как в бойца. Но Мерия у нас такой неуступчивый. Дает не только физически, дает психологически, дает напором. Не чувствует удары, можно так сказать. Я думаю, 55 на 45 на Александра. Стоп, 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 друзья. Если вы не знаете, где смотреть мощнейшие бои, эксклюзивный контент, конференции, звездных гостей, лучших бойцов индустрии, а также разборы грандиозных турниров, все это вы можете найти на YouTube-канале «Наше дело». Помимо этого, на видеохостинге огромный выбор эксклюзивного контента, а также популярные проекты различных телеканалов. Подписывайся на любимые каналы и смотри то, что нравится именно тебе. А я все никак не могу насмотреться на канал «Наше дело» на YouTube. Какая красота, ребята. Вот, нажимайте сюда и смотрите контент. А теперь можете продолжать смотреть «Студию Плюс». Молодость против старого волка. Но волк у нас агрессивный, злой. Вы, друзья, его не любите, потому что он очень четко и громко выражает прямо в лицо свои мысли. И в комментариях, как я смотрел, его чуть-чуть не поддерживают, его не любят. Попрошу всех дагестанцев болеть за нашего земляка и дать газу в комментариях. Я считаю, что Федя все свои бои выиграл до выхода на ринг. Психологически на очень высоком уровне. Если смотреть, как он задевает, оскорбляет, не переходя грань, выводит людей, бойцов, имеется в виду, залазит к ним в голову, испытывает в голове до начала боя и заранее выигрывал свои бои. Я считаю, сугубо, лично мое мнение. Но Артур совершенно на другом уровне, именно ментально. Как-то задеть или залезть ему в голову, я считаю, у Федя не получится, потому что старый волк, хоть он и старый, но он волк, и будет драться, грызть и докажет, что он может. Мое предпочтение здесь я не скрываю. Человек из Дагестана, я из Дагестана. Вот я буду поддерживать своего, а вы поддерживайте того, кого считаете нужным. Победа Артура Гусейна 65 на 35. Запись же идет, правильно? Вот здесь Артура Гусейна отметьте, пожалуйста. Нарек сказал, что со мной не согласен. Он ставит на Федю Колтона. Вот ты мне показываешь, что ты мне показываешь. Так что, Артур, смотри, я сдал нашего маленького пухляша, он ставит на Колтона, я ставлю для тебя. Что, Нарек, скажи, расскажи. Ну, я не то, чтобы ставлю, не болею, а как будто мне кажется, что если в боксе, Федер просто лучше. Мне это кажется. Это твое мнение, оно имеет быть. Артур, наш старший брат, я его попрошу тебя не бить. Эдуарду и Дамиру сразу хочется выразить благодарность за то, что они выбрали бойцовскую лигу «Наше дело». И, дорогие друзья, они для нас устроят шоу. Ни один из бойцов ничего не теряет. Это бой по кикбоксингу. Не идет в шердок профессиональных бойцов ММА, можно так выразиться. Именно из-за того, что никто ничего не теряет, они не будут как-то осторожничать, они будут рубиться все три раунда. Здесь, как даже не диаспора, армянская и казахская, а здесь целая страна, Армения и Казахстан, будут болеть за своих любимых бойцов. Здесь я не хочу ставить прогноз ни на кого. Двигаемся дальше. Мурат Умар, да? Позабыл я все на свете. Сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только бой. Для вас, дорогие друзья, аварца и лезгина впереди. На этом наша программа подходит к концу. Пишите свои комментарии, где вы со мной согласны, где вы со мной не согласны. Мы люди воспитанные, у каждого есть свое мнение, и ваше мнение нас тоже очень интересует. Всем мира и добра. Спасибо. Весь бойцовский мир замер в ожидании главного противостояния звезд смешанных единоборств. Мастер спорта международного класса по боевому самбо. Чемпион Гран-при АСА в легком весе. И топ-15 лучших бойцов России вне зависимости от весовых категорий. Эдуард Фар-Таняк! Но в клетке он встретится с самым опасным соперником в карьере. Мастер спорта по универсальному бою, ММА и армейскому рукопашному бою, экс-чемпион М1 Глобал и боец топ-15 UFC легкого веса Демир Канзак! Но и это еще не все. Вас ждут 6 титульных поединков. Противостояние чемпиона международного Гран-при против действующего чемпиона дивизиона за титул в легком весе. Александр Грозин против Мириид Садыгова. Два чемпионских боя в супертяжелом весе. Хусейн Адамов против Виктора Немкова и Амар Айдемиров против Мурада Халидова. Это просто убийство! Финал международного Гран-при Артур Арутюнян против Наби Ашурлаева. Поединки за пояс чемпиона Сиана Шахсинова против Татьяны Басторнаковой и Ярослав Кук против Тимурлана Бирматова. Наше дело больше чем спорт. Наше дело новый уровень. 2 марта Москва Лужники Билеты уже в продаже.